Если мы говорим о том, какие профессии, какие отрасли на сегодняшний момент были востребованы в Республике Татарстан, то это производственные специальности. На каком уровне наша республика по зарплате находится в целом по стране? Республика Татарстан в лидерах Поволжского региона. И я думаю, что это абсолютно заслуженно. Это оправдано? Оправдано. У нас в республике действительно очень серьезные работодатели подходят к отношению к своим сотрудникам и с точки зрения заработной платы в том числе. Мы находимся не на старте, а даже на минус каких-то показателях. И в каждой отрасли действительно ощущается нехватка кадров. На сегодняшний момент белые воротнички, к сожалению, белые воротнички это руководители среднего уровня, так как мы называем офисный планктон и так далее, не востребованы. Ситуация на рынке труда – это тема нашей программы. В эфире главные новости в студии Динара Вургафт. Здравствуйте. Напоминаю, номера для прямой связи 511-99-66 и 8-800-532-55 – это бесплатный номер для регионов. Также в нашей группе ВКонтакте, медиаканал «Татарстан-24» мы проводим голосование по данной теме и предлагаем вам принять в нем участие, используя QR-код, который вы видите на экранах. А теперь я хочу вас познакомить с нашим гостем у нас сегодня в студии. Руководитель Ассоциации кадрового менеджмента Светлана Ганеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Александровна, безработица в России находится на минимуме и составляет 3,9%. Именно так высказался Владимир Путин на пленарном заседании 7-го Восточного экономического форума. Также и ситуация в Татарстане похожая. По данным министра труда Республики Эльмиры Зариповой, в Татарстане сегодня исторический минимум по числу безработных. С чем связан такой тренд, как вы считаете? Ну, во-первых, да, я подтверждаю эту информацию. Несмотря на то, что вроде бы ожидался какой-то всплеск определенной безработицы, на самом деле ее нет. И как причины того, что безработица не фиксируется сейчас, потому что люди заинтересованы в своих рабочих местах и не планируют менять рабочие места, потому что не понимают, что делать дальше, если они окажутся на открытом рынке труда. Работодатели очень серьезно относятся к своим сотрудникам сейчас и максимум усилий применяют для того, чтобы сохранить свой персонал. Это самые важные аспекты того, что, так скажем, работодатели и сотрудники сплотились и поддерживают друг друга. И давайте также посмотрим динамику и резюме в профессиональных сферах. Вот что вы можете сказать по этим статистикам? Несмотря на то, что уровень безработицы достаточно низкий, сам хаос и нестыковка работодателя и соискателя на сегодняшний момент очень явно выражены, если мы говорим о том, какие профессии, какие отрасли на сегодняшний момент не были востребованы в Республике Татарстан, то это производственные специальности, производственные отрасли, производство промышленности, строительство, транспорт и так далее. Если говорить о профессиях, и вот вы можете перейти к следующему слайду, то речь идет более о линейном персонале, о специалистах, так скажем, процессных должностей. Если мы говорим про топ-менеджмент, то это специалисты, либо стратеги, которые помогают собственнику в развитии в сегодняшней ситуации, либо антикризисники. А если говорить, например, об IT-отрасли, есть информация, что в России на четверть сократилось количество вакансий в этой отрасли. В чем причина, как вы считаете? Я считаю, что это видимое впечатление. На самом деле большое количество программ для поддержки IT-специалистов, вы знаете, и сейчас огромное количество специалистов, которые закончили краткосрочные курсы, позиционируют себя как IT-специалисты и размещаются, естественно, с резюме в области IT. Но работодатели, уже столкнувшись с тем, что к ним приходят специалисты некомпетентные, замораживают вакансии, применяют другие технологии поиска, не размещают вакансии на джоп-порталах и так далее. Востребованные специалисты, квалифицированные в IT-области, нужны, как и были раньше, и в том же самом количестве. То есть, если правильно понимаю, то именно не хватает и высококвалифицированных специалистов в этой отрасли? Да, они на том же уровне и остались. Больше всего сейчас на рынке труда тех, кто закончил краткосрочные курсы. Кроме того, нам очень помогли иностранные компании, которые покинули наш рынок, и наши компании в свои потребности закрыли специалистами из IT-компаний европейского уровня. Вот как раз-таки по поводу поддержки IT-отрасли. После начала военной операции на Украине и последующих за ней санкций российские власти, именно поддерживают IT-отрасли. В том числе, это, конечно же, освобождение компании от налогов на три года, предоставление сотрудникам отстрочку от армии, запуск для них льготной ипотеки под 5%. То есть, много таких именно мер поддержек. Как вы считаете, после этого хватает ли специалистов в данной отрасли? Конечно, хватает. Я хочу сказать, что вот такого рода программы, не только на федеральном уровне, а и на региональном, они имеют отношение ко многим специалистам, не только в IT-отрасли. Естественно, это очень высокий мотивирующий фактор. И наша республика, она всегда являлась инвестиционно привлекательным регионом. И сейчас этот статус не изменился. Поэтому наши программы не только созданы, они и работают действительно. Если наши специалисты обращаются в компании IT-сектора или производственной, где есть такие программы, то им реально оказывают поддержку. То есть, имеете в виду, такие высокоэффективные меры поддержки. И хотелось бы, конечно же, чтобы и сотрудники были с таким же уровнем знаний. Привлекать. То есть, работать над этой отраслью. Конечно. Как изменился рынок труда в целом после 24 февраля? Если говорить об остальных направлениях. Я могу повторить только, что, наверное, все участники рынка труда сплотились и идут к общей цели. К тому, чтобы соискать или не потерять работу. Работодатели найти новые выходы в закупках, в сбытии своей продукции, какие-то идеи рождают и так далее. Очень активно сейчас работает программа самозанятости. Это тоже является спасением и в республике Татарстан. Для различного рода людей, у которых не получилось, возможно, перейти на уровень среднего бизнеса, но у которого есть идеи. У нас в Татарстане тоже хорошая поддержка для таких специалистов. Много программ подобных. Различных программ для самозанятых. Поэтому во всех аспектах сейчас оказывается поддержка. И я не могу сказать, что рынок изменился кардинально. Но кроме того, что безработица снизилась, как вы видите. То есть хорошие показатели, да. Несмотря ни на что. По поводу зарплаты. Какие от вас рекомендации, в каких отраслях они наиболее привлекательны? В Татарстане, конечно, это нефтегазовая отрасль, естественно. Сейчас промышленное производство очень активно развивается. И если говорить об отличии нашей республики от других регионов, то это у нас, так скажем, приоритетные отрасли, в которых развиваются специалисты. В продажах сейчас очень важен, опять же, сбыт. Осваивать новые рынки сбыта. Очень хорошие заработные платы. Я буквально вчера разговаривала с одним из своих работодателей, которые являются нашими партнерами. Но, допустим, заработная плата исполнительного директора одного из локальных предприятий в республике Татарстан 500 тысяч рублей. И это тренд. И я очень рада, что наши предприятия, производственные, торговые, выстаивают и получают хорошие объемы. В строительстве очень серьезный запрос. Все программы государственные, которые запланированы на год, они все реализовываются. Большое количество вакансий, хорошие заработные платы. Причем заработные платы прозрачные, белые. И поэтому люди могут найти себе работу, ту, которая им подходит на сегодняшний момент. Как по заработной плате, так и по условиям труда. Здравствуйте. Республика Татарстан в лидерах Поволжского региона. И я думаю, что это абсолютно заслужено. Это оправдано. Оправдано. У нас в республике действительно очень серьезные работодатели подходят к отношению к своим сотрудникам с точки зрения заработной платы в том числе. А есть ли какие-то отрасли, где не хватает кадров? Вот где именно прогиб идет? То есть более популярные мы с вами уже посмотрели, вот даже по динамике. А в какой отрасли не хватает специалистов? Есть такие? Вы знаете, я бы сейчас сказала, что мы находимся не на старте, а даже на минус каких-то показателях. И в каждой отрасли действительно ощущается нехватка кадров. Здесь можно говорить не про отрасли, здесь можно говорить про статус самих специалистов. Сейчас больше всего востребованы рабочие специальности, линейный персонал. Не знаю, веяние ли это времени, или это действительно старт какой-то определенный. Но на сегодняшний момент белые воротнички, к сожалению, белые воротнички это руководители среднего уровня, так как мы называем офисный планктон и так далее, не востребованы, к сожалению, но у них есть все возможности развить свои идеи и развить свои компетенции и стать экспертами в своей области. Или перейти, зарабатывать и стать серым воротничком, то есть производство на рабочих специальностях. Популяризация рабочих специальностей на сегодняшний момент это тоже очень важная задача. И вот такую рекомендацию хотелось бы услышать от вас. Как нужно правильно составить себе резюме, чтобы тебя взяли на работу? Особенно это касается новых специалистов, которые только что выпустились. Как правильно составить резюме? Вы знаете, я 20 лет работаю в подборе персонала, и этот вопрос, он такой фундаментальный, он никаким образом не меняется. Я бы хочу сказать, что это от того, что наши люди все-таки не имеют культуры поиска работы, культуры трудоустройства. Поэтому 20 лет этот вопрос и не меняется. На сегодняшний момент резюме ушло в лету. У нас есть стандарты на наших джоп-порталах определенных. Можно туда зайти, посмотреть, как выглядит резюме, его заполнить. Но сейчас в тренде портфолио, где мы показываем свои не биографическую профессиональную информацию, а свои ключевые компетенции. То есть чем я могу быть полезен предприятию, к которому я обращаюсь. Какие у меня есть hard skills, это когда твердые навыки, это то, что я умею делать руками, прикладные, так скажем, это какие-то знания, какие-то программы, что-то я умею делать на станке и так далее. Либо гибкие навыки, как называются soft skills. Как правило, они сейчас показываются в портфолио, и в портфолио отражается суть самого человека. Девиз жизни, его ценности, его планы. И вот резюме, оно видоизменилось. Вот как вы уже сказали, в течение 20 лет, как минимум, этот вопрос всегда остается актуальным. А в каком же возрасте тогда нужно уже задуматься ребенку о своей профессии? Вы знаете, мне так приятно, что мы обсуждаем эти вопросы, потому что у нас принято профориентацию рассматривать как какой-то определенный этап развития. На самом деле этот процесс, он должен быть непрерывным. Человек всегда на протяжении всей своей жизни должен очень серьезно относиться к своему профессиональному развитию, к построению карьеры. И вот сейчас мы как раз в Ассоциации кадрового менеджмента работаем над проектом о непрерывном сопровождении человека к осознанной карьере. Мы начинаем работать с изучением рода, династии. Вы же знаете, да, о том, что в прошлом у нас были династии. Сейчас вот ушел этот тренд. Его надо возрождать. Потому что если династия врачей была достаточно серьезная, то большая вероятность, что внуки или правнуки также могут пойти по этой профессии. Но это один только из аспектов. Детские сады, школы, семья. Это все должно сопровождаться специалистами по профориентации на очень глубоком уровне. А вот как проводится профориентация в школе? Этот процесс вообще должен проходить системно. Это наше мнение. Мы считаем, что единым каким-то фронтом мы должны действовать в отношении школ. Но сейчас пока у нас получается это точечно. То есть какие-то школы не допускают к себе профориентаторов, потому что они боятся допускать в принципе посторонних людей. И самих профориентаторов не очень много достойных, хорошего уровня. Но у нас в Татарстане, например, про Татарстан не могу сказать, про Казань. Могу сказать, что не больше пяти таких специалистов, которые действительно можно назвать компетентными экспертами в этой области. Мы их, конечно, назвать не будем. Я просто могу сказать, где их искать. Так, эта информация тоже немаловажна. А как чувствует себя серый рынок? Уже не очень, могу сказать. Да, если еще некоторое время очень много было чатов различных, закрытых, где можно было понять, что оплачивается наличными деньгами. Сейчас настолько все процессы прозрачны, что даже самому специалисту невыгодно участвовать в этих схемах, потому что если он попадает в серую компанию, то он получает все выплаты только от официальной заработной платы. И поэтому многие наши специалисты фиксируют эту информацию о том, что на этапе собеседования им предлагают серую зарплату. И есть варианты, что даже следующий шаг – это не выход в компанию, а поход в трудовую инспекцию. Сейчас это очень актуально. Да, и вот мы до программы с коллегами также обсуждали, например, при сокращении. Я понимаю, что, скорее всего, такое бывает редко, но все-таки как получить пособие? То есть что нужно сделать для того, чтобы получить пособие? Если вас сокращают, то это законодательная процедура, где работодатель обязан вам выплатить двойной оклад. Но так как процедура, так скажем, у нас это редко применяется, по соглашению сторон, если вы увольняете, то вы получаете все свои финансовые, так скажем, дотации, которые вы в этом предприятии должны получить. И в целом информация также для наших телезрителей. Где можно ознакомиться с полным перечнем востребованных профессий по республике Татарстан? Замечательно работает наш портал работы в России. Есть нюансы, где можно, так скажем, доработать, допустим, при заполнении вакансии, при заполнении резюме. Но в целом этот портал на сегодняшний момент решает очень многие вопросы. В нем можно узнать информацию о рынке труда, очень, причем по всему, по всей России. О нем там можно получить перечень всех вакансий не только в своем регионе, не только в своем городе, а посмотреть вообще, в принципе, какие, так скажем, вакансии есть у нас на сегодняшний момент. Но также много сайтов наверняка, да? Вот как раньше было HandHunter, и сейчас наверняка тоже работает. HandHunter работает, Superjob работает. Поэтому Авито стало очень активно. Но я бы хотела сказать, что наиболее на сегодняшний момент приоритетные джоп-ресурсы – это все-таки наши сети. Телеграм-каналы. Сейчас огромное количество чатов, где можно получить достойные вакансии. Вот, например, те, которые не транслируются на самих порталах, потому что они становятся все больше информационной площадкой, нежели таким практическим решением. Вконтакте очень много чатов и актуальные вакансии здесь и сейчас. То есть их можно посмотреть, просто набрав в поисковике «Работа в Казани», например. То есть, в целом, кто ищет, тот всегда найдет. Абсолютно верно. Да, по этому принципу. Светлана Александровна, давайте подведем итог нашему голосованию в группе ВКонтакте, о которой мы только что с вами говорили. Мы провели там голосование и задали вопрос нашим телезрителям, который звучит следующим образом. «Планируете ли вы в ближайшее время смениться работу?» И почти одинаково распределились голоса. Около 30% ответили «Да, пока в поисках». 33% опрошенных дали ответ «Нет, потому что не вижу других вариантов». И почти 36% – это большинство – ответили «Нет, меня устраивает». Что можно сказать по голосованию, подводя итог? Я могу сказать, что вот вам официальное подтверждение того, что рынок труда спокоен пока на сегодняшний момент. Все стабильно. То есть, рынок труда у нас действительно, как вы говорите, стабильный. И продолжаем работать. И если мы вдруг в поисках, то обращаемся в соцсети, смотрим новости. Центры занятости я бы очень рекомендовала. Сейчас очень расширился спектр услуг в центрах занятости. Светлана Александровна, спасибо за информативное интервью. Приходите к нам снова. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Это были главные новости. Всего вам доброго и до встречи. Подписывайтесь на канал «Татарстан-24». Не пропускайте интересные выпуски. Жмите колокольчик.